Преподаватели и сотрудники университетов. Какая закулисная драма разыгралась в универе, о которой студенты так и не узнали? Несколько лет назад на нашем факультете химии студент, который столкнулся с вероятностью провала экзамена, начал травить другого студента, добавляя канцерогены в его еду и напитки. Вещества без цвета, запаха и вкуса. Он знал это благодаря своей специализации. В конце концов, его поймали. Не знаю точно, что с ним случилось, но его точно отчислили, а может и арестовали. Химики сумасшедшие. Один из наших преподавателей был сирийцем. Он практически всегда был в университете, всегда был утомлен, всегда вел себя странно. Спал в своем кабинете, забывал возвращать проверенные работы, путал самые простые вещи, иногда начинал плакать, когда шел по коридору. Позже мы узнали, что его семью держали в заложниках на родине, пока он преподавал в Канаде. ФБР устроило обыск в лаборатории моего преподавателя в магистратуре. Это случилось задолго до того, как я начала там учиться. Рассказывают, что студенту магистратуры первого или второго курса в 80-е или 90-е захотелось использовать ресурсы лаборатории, чтобы производить запрещенные вещества. Это очень легко сделать с оборудованием, которое у нас есть. Как я поняла из того, что мне рассказали, этот студент оставался допоздна в лаборатории после того, как все уходили, чтобы сделать это. Как и в сериале «Во все тяжкие», он продал товар какому-то барыге, думая, что на этом все кончится. Его товар был настолько чистым, что им заинтересовались и отследили источник от улиц до лаборатории. В результате спецоперации лабораторию закрыли, пока все не улеглось. С нашего преподавателя сняли все подозрения, так как все происходило не под его прямым руководством, а все ресурсы кампуса использовались не по назначению только этим студентам. ФБР сообщило преподавателю, что это была самая масштабная и яркая операция, которую они провели в штате на тот момент. Одного преподавателя наняли для того, чтобы он запустил исследовательский центр. Ему платили кучу денег, назначили на постоянную должность. Он с самого начала был странным, но со временем стало очевидно, что чувак просрал все деньги, предназначенные для запуска центра. Ничего не делалось, но счета уменьшались. На горячую линию поступила куча всякой информации, которая убедительно свидетельствовала о том, что он переводил значительную часть денег в компанию, частично принадлежавшую его брату, вдобавок к большому количеству опиющих случаев нецелевого использования денег, покупка личных вещей для себя и сотрудников. Ситуация начала накаляться, и его вызвали на ковер к руководству по этому поводу. На следующий день мы обнаружили подсунутое под дверь гневное письмо, где он объявил о своей отставке и обвинил весь факультет и колледж в неэтичном поведении. Он сбежал посреди ночи, оставив в своем кабинете много намеренно поврежденного оборудования. Университет не стал писать на него заявление, а студенты ни о чем не догадывались. На факультете английского языка один из преподавателей был арестован за домашнее насилие, развелся с женой преподшей, затем обрюхатил другую преподавательницу английского и в конце концов женился на ней. Все они видятся друг с другом на встречах преподавателей факультета. Крайне неловкая ситуация. Изменено. Муж и первая жена, оба преподаватели. У него был роман с другой преподавательницей английского. Жена узнала об этом, и у них произошла крупная ссора. Вызвали полицию, его арестовали за домашнее насилие, но если не ошибаюсь, обвинения были сняты. Он подал на развод, съехался со второй преподавательницей, она забеременела. Он и его бывшая судились за алименты и детское пособие, когда я уволился оттуда. Я был ассистентом беременной преподавательницы, но однозначно болел за первую жену. Деканы наших факультетов намеренно тянут студентов по учебе, даже если они проваливают большинство предметов. Они ставят студентам оценки чуть выше минимального проходного балла, даже если содержание их работ шокирующе плохое, потому что если студенты уйдут в другой университет или бросят учебу, то это отразится на статистике и рейтинге учебного заведения. Не говоря уже о том, что университет не получит деньги от студентов, которые берут кредиты на образование. Конечно же, когда они начали так делать, статистика университета стала невообразимо высокой по одной конкретной специальности, и студенты стали стремиться поступать именно туда. Эта практика до сих пор продолжается. Источник, я лектор в университете. И да, мне это кажется отвратительным. Я работала в крупном университете. Прямо перед тем, как я приступила к работе, декан моего факультета, который занимал эту должность очень долго, ушел в долгосрочный неоплачиваемый отпуск. Я даже не подумала, что в этом может быть что-то интересное, но через два месяца узнала, что руководство университета заставило его на время освободить должность, так как он потратил почти весь бюджет факультета на дорогостоящие ужины со спонсорами. Речь идет об ужинах, которые обходились в тысячу долларов и больше. Алкоголь и дорогие блюда. А еще он приходил на официальное мероприятие университета обдолбанным. По сути, превратил вторую ассистентку по административным вопросам в свою рабыню для интима. В его кабинете установили личный санузел с душевой кабиной. Из-за него у факультета начался серьезный финансовый кризис. СМИ готовы были вот-вот раздуть скандал. Ситуация была ужасной. Новая декан, которая заменила его, была вынуждена разбирать кучу дерьма, чтобы уменьшить ущерб. Спустя несколько лет он вернулся как обычный преподаватель на полставки. Тем не менее, это была просто дикая история. Известный профессор мутился своими студентками. На самом деле, именно так он познакомился со своей женой. Затем у него возникли огромные проблемы со свиданиями с другими студентками после женитьбы. Ему угрожали судебными исками. Чувак подал в отставку и очень быстро переехал за 3000 километров от нас. В новостях не рассказывали об этом, официального заявления не было. Я узнал только благодаря слухам, которые распространились среди сотрудников. Когда мне было 22, я работал в химической лаборатории государственного колледжа. Мы работали со всеми химикатами и оборудованием, которое использовалось в лабораториях, но ничего особо опасного. Однако у нас был небольшой шкаф, полный химических реагентов, которые формально были слишком опасны. Поэтому нам нельзя было с ними работать. Когда они были нужны для использования, с ними работала только наша начальница. Думаю, формально мне даже нельзя было входить в то помещение. Таковы были правила, но в реальности наша начальница была ходячей проблемой. Она постоянно была слишком занята решением своих личных проблем, чтобы делать свою работу. Бесчисленное количество раз ее вообще не было нигде рядом, поэтому мне приходилось принимать самостоятельно очень важное решение. Она поручала мне выполнение дел, которые я не должен был делать, например, кипятить раствор серной кислоты для увеличения концентрации. В общем, однажды, когда занятия закончились, нам нужно было устроить эксперимент с использованием чистого двухатомного брома. Я не только не должен был работать с этим реагентом, но это, скорее всего, было самое опасное вещество, которое у нас было. По крайней мере, по словам моей начальницы. Она была занята, так как обсуждала что-то по телефону с бывшим мужем и настояла на том, что нет ничего страшного в том, чтобы я все сделал сам. Она моя начальница, поэтому я не спорю с ней. Короче, в итоге я уронил бутылку брома объемом 2 литра. Она разбилась, темно-коричневая жидкость разлилась по полу, красные пары брома немедленно начали заполнять комнату. Я выбрался оттуда так быстро, как только смог, но у меня уже мелькали огоньки перед глазами. Я чувствовал, что могу потерять сознание к тому моменту, когда иду до кабинета. Мне даже не понадобилось что-либо говорить, начальница сразу поняла, что случилось. Этот запах нельзя было перепутать ни с чем. На моей одежде были пятна, и она, наверное, слышала, как разбилась бутылка. Она помчалась в лабораторию. Я понял, что мне нужно немедленно смыть с себя эту дрянь, поэтому я побежал в душевую. Короче говоря, начальницу немедленно отстранили, и она так и не вернулась на работу. Никто из студентов так и не узнал, что произошло. Я часто общался с ними во время работы, когда преподавателей не было рядом. Любой из студентов легко мог оказаться в неподходящем месте в неподходящее время и задохнуться в этой комнате до прибытия помощи. Незадолго до выхода на пенсию или увольнение преподаватели покупали навороченные ноутбуки на бюджетное средство. Университет, в свою очередь, позволял преподавателям выкупать эти ноутбуки по смешным ценам, потому что они уже БУ. Речь идет о ноутбуках за 2-3 тысячи евро, которые через 6 месяцев выкупались за 500 евро. В конце концов, кто-то раскусил эту схему, и больше никто не может покупать у университета использованное оборудование. Я работаю в крупном университете в Японии. Мои японские коллеги, как правило, очень строго соблюдают все правила и слепо следуют инструкциям. Однажды американскому преподавателю пришлось срочно лететь в США, чтобы навестить свою умирающую мать. Сотрудники университета позвонили ему, когда он был в трауре, и попросили его вести занятия и проверять работы, несмотря ни на что. Вполне ожидаемо, отсутствие эмпатии и негибкость заставили преподавателя собрать свои чемоданы и перейти на работу в другое учебное заведение. Студенты так и не узнали настоящую причину, по которой он перестал преподавать. Однажды летом, когда я еще учился в колледже, я подрабатывал там в отделе технического обслуживания и узнал о многих тайнах. Факультет решил, что больше не хочет иметь дело с профсоюзом, поэтому они начали брать на работу на все должности, не связанные с преподаванием, только временных сотрудников. Они увольняли их через 6 месяцев, а через 30 дней снова брали на работу. Они поступали так, потому что временные сотрудники не обязаны вступать в профсоюз. Среди бригады уборщиков был мужчина, которого несколько раз ловили на краже трусиков и установке камер в женских душевых. По крайней мере, одна девушка, которая ходила в эти душевые, была несовершеннолетней. Студентам об этом так и не рассказали. Начальник отдела оснащения и планирования знал об этой проблеме. Он просто проверял один или два раза в месяц все санузлы в здании, которые этот мужик убирал. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Предлагаю также посмотреть наше похожее видео, которое вы видите на экране. Всем удачи и хорошего дня. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok